Всем здарова! С вами Макс Пауэр. Сегодня мы восстанавливаем аккумуляторы. Они ставятся в ЛБПшки. Вот эти я конкретно выковырил из пожарной безопасности сигнализации. Они там стояли 5 лет, она выключена была. И в целом-то с виду они целы, но ничего не дают. Походу они полностью высохли. Что ж, попробуем их восстановить самыми простыми и доступными методами. Я уже делал подобное и у меня даже получалось иногда. Один из трех точно оживал. Ну, правда, я от ЛБПшников восстанавливал. Метод очень простой. Я беру чайник. Получаем дистиллированную воду при помощи подручных средств. То, что есть на кухне. Вот такая подставка для посуды. Чайник. И банка трехлитровой холодной воды из-под крана. Все просто. Обычная физика. С носика чайника идет пар. Он охлаждается об банку. И все это капает вниз. Вот у нас ТАРа стоит. Вот таким вот хитрым способом можно, в принципе, дистиллировать воду. Также можно, кстати, и самогонку делать. Но не рекомендую. КПД слишком маленький. Но как такой импровизированный самогонный аппарат вполне себе подходит. Почему нет? И с нее капает чистый дистиллят. Вода. Которую можно заливать туда в ячейки. Вот, например, для сегодняшнего случая накапал целых полстакана этой воды. Я думаю, хватит. Также нам нужен будет шприц. А не важно, маленький любой. Сейчас посмотрим, что показывает мультиметр. Один из них я пытался завести. Я его подключил с помощью блока питания лабораторного. Он, по-моему, даже выдает целых 6 вольт. Вот такой вот у него показатель. 6,6. Он больше не поднимался. Лабораторник грелся как сумасшедший. Потому что было замыкание. Не смог его дальше раскачать. Сейчас попробуем залить его. Вот, если взять амперметр. Уже, кстати, побольше дает. Когда я только принес, он даже миллиампера не давал. 5 ампер. Вот. И понижается потихоньку. Так, 5 ампер. Все, уже 4. Ну, такой себе, конечно. Этот мелкий. Вообще ноль. Мультиметр показывает, что здесь еще чуть-чуть есть. Целых 3,6 вольта. Да. Срочно, срочно надо заливать. Берем отвертку. Сейчас надо будет снять вот эту крышку спереди. Вот так легко она снимается. Вот они, ячейки. Одна, кстати, куда-то внутрь ушла. Вот так вот. Снимаем крышки. Будьте аккуратны. Так, кислота. Руками голыми, как я, делать не надо. Мне просто уже пофиг. Моим рукам. Они от паяльника закаленные. А вы делаете все в перчатках. Все по науке, чтобы было. Если первый раз, тем более делаете. Так, открываем. Они даже в воздух засосали, пока я их пытался зарядить. А он, в даре всасывает. Вот, и все. Вон они там внутри. Тут, в принципе, так-то ничего не разглядеть. Видно, что там какой-то, там должны быть пластины, в которых что-то вроде абсорбента определенного, который пропитан этим раствором. Вон, видите, там они стоят, эти пластины. Они сухие полностью. Их нужно промочить. Заливаем сюда. Да, аккумулятор совсем сухой. Впитывает и впитывает. Уже по 6 шприцов вот этих мелких я засунул. Буду дальше заливать, пока не будет переставать впитывать. Там стекловое окно, как оно только уже начнет водой покрываться лишним, значит надо все прекращать заливать банки. Короче, льем, льем, пока вот это вот стекловое окно не станет влажным и лишней воды сверху не появится. Пока этот впитывает, открываем мелкий. И то же самое вливаем здесь. Сюда, в принципе, в 5 раз меньше надо будет. То, что 1-2 шприца, я думаю, хватит. Примерно 100 мл ушло на 2 аккумулятора. И то, мне кажется, это маловато. Сейчас еще надистиллирую. Но пока вот так оставлю заряжать его и посмотрю, что получится. Вот так вот восстанавливаем. Можно заряжать любым блоком питания на 12 вольт. Ну, желательно, конечно, регулируемым обязательно, чтобы все было правильно. Я своим лабораторником сделаю. Выставляю 12 вольт для начала. Вот так. Сейчас будем заряжать. Добавляем ампер. Для большого 500 хватит. Для маленького чуть поменьше. Там лучше брать 0,3 от общей емкости аккумулятора. Зарядный ток. Попробую сейчас на этом позаряжать. Что ж. Позаряжал я его несколько часов. И толку нету. Только лабораторник нагрелся. Походу внутри замыкания где-то идет. Сейчас попробуем проверить напряжение. Подозреваю ее, что и первоначально 6 вольт нам показывал не просто так. Где-то есть замкнутая ячейка. А может быть и несколько. Потому что напряжение выше 8 вольт не поднималось. Смотрим. Да, 6,2 вольта. Все те же. Короче, тут полуаккумулятора запкнутый у него уже внутри. Ничего с ним не сделаешь. Ему уже капец. Эх, жаль. У меня, кстати, еще один такой же аккумулятор есть. Но он хотя бы взял зарядку. Вот что с этого получилось. 12 целых. Вообще прям ровно-ровно 12 вольт. Что ж, отлично. Отключаем питание. Запускаем наш бесперебойник. Все, сейчас он работает от аккумулятора. И вешаем, например, какую-нибудь нагрузку. Так. В розетку у нас идут вон те провода. Красный и черный. Ну, это на выход которые. Так, аккуратно. Чтобы мне не шандарахнуло током. Это черный. Это красный. Да. Светит. Но отключается. Ни хренашеньки он не работает. Вот все и видео. П***ня полная. ПТХ. Ух ты, бедная КБ. Аж скипел. Он. Булькает внутри где-то. Так, срочно отключаем зарядку. 1,9 вольт. Прямо ровно, как у аптеки. По амперам. 5 ампер, 4 и падает. Примерно на 4 остановилось. Вот прям прямое замыкание практически. 3,5 ампера тащит. Маловато. Вот до 3 сейчас опустится по-любому. Мало, конечно, это. Так, аккуратно. Вода булькает. Сейчас будем тест проводить. Возьмем вот такую лампочку. Это галогенка на 12 вольт. Замерим, сколько она будет потреблять. И погоняем на этом аккумуляторе. Если она будет работать долго, ну хотя бы сколько-нибудь времени, зная силу тока, мы вычислим примерную емкость. Это такой грубый способ. Да, 1,5 ампера. И вот 1,20. С этого времени начнем. Так, ставим. И одновременно будем следить за напряжением. Нам нужно лишь среднее напряжение. Вот так оно горит, как шартерский фонарик. Довольно ярко. Да, 4 вольта просаживается жестко. 1,5 ампера, 4 вольта. Подносит такой нагрузкой мощный. Ну ладно, сейчас посмотрим, сколько у него там осталось вот часов. Трэш, конечно. Прошло, ну ладно, 8 минут. 8 минут. Сила тока упустилась до 1 ампера. Вот, с 1,5. Напряжение настолько низкое, что даже индикатор не загорелся. Мультиметр показывает 1,5 вольта. Она еще горит, даже продолжает. Вон там немножко горячая. Того, что мы получаем. Сейчас посчитаем, сколько там осталось емкости в нем. Чтобы узнать миллиамперы часы, нужно миллиамперы умножить на часы, соответственно. 1,25 миллиампера, он продержался в 8,6 часа. Получается 8 на 1,25 делить на 60. 0,16 ампер-часов. Это кошмарно мало. Это просто чудовищно мало. Первоначально у него было ампер-часов 1,3. Соответственно, стало 0,16 почти в 8 раз меньше емкость стала. То есть, конечно, смысла применять его больше нет. Вот замыкание проходит и сразу сопротивление увеличивается. И сразу у него напряжение чуть-чуть поднимается. У него внутреннее сопротивление увеличилось. Кошмарно много. Короче, дохлаком. Что-то там маленькое запитать на несколько минут. Но не более. Но способ работает, так что восстанавливайте. Если у вас есть возможность, почему бы им не воспользоваться? Вдруг повезет. Вдруг у него будет не такая, в 8 раз меньше, хотя бы в 2 раза меньше емкость. Уже что-то. Уже не нужно будет покупать новые. О, как он нагрелся. Чуплый весь стал. И это обычная лампочка. Вот так. Она, по идее, брала с него 12 на 1,5-18 ватт. Вот эта лампа брала. Но при 4 вольтах это, конечно, всего 6 ватт она брала. И он еле-еле тянул ее. Вот такие пироги. Да. Что ж, восстанавливайте ваши аккумуляторы. Надеюсь, вам больше повезет. Всем пока. С вами был Макс Пауэр. С вами был Макс Пауэр.